Деньги то начинают кончаться, то кончают начинаться. Если вы никак не можете свести дебет с кредитом, смотрите программу подсказки потребителю. Мы даем советы по рачительному введению семейного бюджета. Смотрите сегодня в выпуске. Без окон и без дверей. Как заставить производителей пластиковых профилей вовремя оказывать услуги? Чемоданное настроение. Что взять с собой в отпуск? Советы стилиста. Поэзия и проза под открытым небом. Летние читальные залы ждут омичей на улицах города. Сначала окна, потом деньги. Омичи сталкиваются с обманом продавцов, которые берут средства, а услуги не оказывают. Как наказать нерадивую компанию и добиться установки пластиковых окон в срок? Смотрите в нашем материале. Я помню, не имею в виду. Сергей Николаевич настроен решительно. Свои кровные он намерен потребовать лично у директора фирмы «Атлант». Здесь 10 месяцев назад Амич заказал два пластиковых окна, но до сих пор они не установлены. Я кредит взял, кредит в банду взял. Сразу 36 тысяч перечислили, а окон до сих пор нету. Ни окон, ни денег. После нескольких месяцев ожидания Сергей Николаевич обратился к юристу. Сергей Жанку Андыков помог Амичу составить исковое требование. Решение суда взыскать с фирмы «Атлант» 102 тысячи рублей. Исполнительный директор компании Ольга Гасилина только пожимает плечами. Платить по счетам она не готова. Когда я получу исполнительный лист на руки, тогда я буду что-то решать. То есть вы до сих пор не получили исполнительный лист на руки? Ну нет. Нет, у меня ничего нет. По словам юриста, Гришаевы не единственные, кто пострадал от этой компании. Но чтобы уйти от долгов, учредители переименовали фирму. Те же номера также принимают заявки на изготовление пластиковых окна. Это уже тогда информация, уже для сельсионного комитета. Здесь попахивает мошенничество. Если вы сменили вывеску, то это не означает, что обязательства не можно исполнить. Ольга Гасилина работает в компании с января этого года и утверждает, что была не в курсе положения дел. У фирмы сейчас финансовые трудности, поэтому рассчитаться с долгами руководство пока не может. Несмотря на все обстоятельства и трудности, да, мы постараемся исполнить исполнительное производство. В ближайшие несколько недель. Чтобы не тратить время, деньги и нервы, юристы советуют тщательно выбирать компанию. Перед тем, как сделать заказ, надо промониторить рынок, почитать отзывы в интернете, посмотреть на сайте службы судебных приставов, есть ли у фирмы задолженность, на портале судов проверить наличие процесса. При заключении договора, вообще, конечно, внимательно смотреть, читать все условия, сроки выполнения работ. На словах могут быть одни, а прописано может быть совсем другое. Если продавец нарушает сроки выполнения работ, потребитель вправе отказаться от услуг организации и потребовать возвратить деньги. В случае игнорирования требований, решить конфликт покупатель может через суд. Ничто так не радует глаз, как собранный в отпуск чемодан. Причем уложить туда хочется сразу весь шкаф. Мало ли что подкинет судьба на отдыхе. Но чемодан не резиновый, поэтому к сбору вещей нужно подходить с умом. Как правильно сложить вещи и что взять с собой в отпуск, ответы у стилиста Татьяны Цветковой. Ирина скоро отправится в отпуск, но при сборах всегда сомневается, что взять с собой в дорогу. Поэтому пришла на мастер-класс, чтобы узнать о том, как составить правильный гардероб. Чаще всего наберешь очень много с собой в чемодане и часть вещей просто не используешь. То есть они лежат и непонятно. Из варианта сибиряков что-нибудь потеплее взять. Идеальный отдых для девушки – это микс пляжа, активных прогулок и экскурсий. Поэтому стилист Татьяна Цветкова предложила Ирине спортивную капсулу. Ее основа – джинсовые вещи, шорты, юбка, пиджак. Плюс модные брюки с лампасами, топ, туники, платья. Изделия подобраны так, что легко сочетаются друг с другом. Поэтому всего из 10 вещей можно составить около 30 образов. Мне очень понравилась вся капсула, которую на мне показывали, которую собирали. Вот джинсовый вариант мне очень нравится, я люблю джинсы. Поэтому оно прям так отлично. Замечательный вариант. Ольга мечтает об отдыхе в Европе или на Рижском взморье. Ей стилист предлагает классический образ. В него входят юбка-карандаш, брюки, жилет, бомбер, платье. Белая рубашка – мастхэп гардероба. Вы надеваете рубашку, надеваете юбку. То есть вот, образ готов. Захотелось еще более чего-то. Сверху жилет. Смотрите. Все красиво сочетается друг с другом. Вот с этого гамма выдержана спокойно. Не забудьте положить с собой в чемодан платье-рубашку. Одна из самых стильных вещей – модель в пол. Макси в этом сезоне супер популярна. Несомненное достоинство длинного платья – то, что оно скрывает погрешности фигуры. Без купальника на отдыхе не обойтись. Его надо выбирать по типу фигуры. Так, яблоку, то есть когда есть животик, надо обратить внимание на слипный купальник. Прямоугольнику подойдут модели с завязками на талии или с вырезами по бокам. Девушкам с фигурой перевернутый треугольник надо носить плавки с валанами, а лифт на бретелях. Это тип фигуры груша. То есть когда бедра у нас чуть больше, чем плечи. Да, акцент всегда переносим наверх на плечи. То есть плавки выбираем с высокой посадкой. А здесь уже лифт какой-то декорированный, с валанами, с какими-то интересными завязками. Особое внимание сумкам. Строгие оставьте дома. В отпуск надо брать яркие саквояжи. Их можно сочетать как с однотонной одеждой, так и с принтами. Поясная сумка, тоже хит сезона. Многие не любят, почему-то вспоминают 90-е. На самом деле, вот я сама была в отпуске, с ней очень удобно, когда все при тебе, так ты с сумкой ходишь, боишься. Здесь все при тебе, на поясе. Не забудьте про головной убор. Южное солнце жаркое, и можно запросто получить тепловой удар. Вот такая шляпка Федора – универсальная модель. Ведь она к лицу всем. Из ненужного куска ткани легко сшить повязку на голову и использовать ее в качестве ободка. Обязательно положите в чемодан палантин. Его можно набросить на плечи прохладным вечером, обмотать вокруг бедер, как парео, или водрузить на голову. Ну, а может, либо просто, вот это называется, как повязка, да, на голову. Хорошо с распущенными волосами. Пошли, особенно после моря, когда они такие влажные. И интересно такое, почернет вашу индивидуальность, ваш стиль какой-то. Особенно хорошо с платьем сафари, африканские, вот эти этнические мотивы. То есть это будет достаточно интересно. Но чтобы сохранить вещи в первозданном виде, их нужно правильно уложить. А это целое искусство. Складываем брюки. Если есть стрелками, стрелками наружу. Если стрелок нет, складываем. И желательно какой-то, конечно, картон с собой. Если нет, укладываем на дно брюки. Одежда не помнется, если свернуть ее валиком. Кроме того, такой способ сэкономит место. Обувь можно использовать как контейнер для очков или ценных вещей. Маленькие подсказочки, но они помогут сохранить вещи, чтобы меньше гладить, когда приедешь на отпуск. Отпуск – это маленькая жизнь, поэтому готовиться к этому радостному событию нужно с особой тщательностью. Омские библиотеки вышли в люди. Летние читальные залы открылись в парках и скверах города. Приобщиться к литературе, используя провести время, здесь можно бесплатно. А мечей ждут не только интересные книги, но и конкурсы, игры и викторины. Вистер захватывает даже взрослых в роли аниматора в библиотекаре. Сегодня они развернули мобильный читальный зал в сквере на улице Серова. А в открытом доступе интересные книги для ума, столы и стулья для удобства, пение птиц и благоухание цветов для души. Самое главное – парк – это такое пространство открытое. И здесь любая семья может прийти, побыть вместе, почувствовать себя на природе одним, единым целом. Стефания с бабушкой любят гулять в сквере. Ведь здесь можно не только насладиться природой, но почитать и даже поучаствовать в играх. Девочку заинтересовали большие пазлы. Они по мотивам пьесы Маршака «Кошкин дом». Но Стеша признается, ей нравится совсем другая сказка. Моя любимая сказка «Желушка». Мне она нравится, потому что она добрая, красивая, трудолюбивая. Любовь к литературе идет от семьи, считает бабушка девочки Татьяна Михайловна. Все семьи ее внуков увлечены чтением. А это зависит, наверное, от семьи. В семье, как у кого сложилось. У меня дети любили читать. Сама любила читать книги. Только закончила вчера, черную лань читала. Проекту «Летние читальные залы» уже 10 лет. Изначально его организовали библиотеки Ленинского округа. Теперь книгомания захватила весь город. Литературные локации расположены во всех районах Омска. В 2018 году работает 17 летних читальных залов. С расписанием летних читальных залов можно ознакомиться на сайте Омских муниципальных библиотек. Библиотеки в парках – прекрасная идея для привлечения детей и взрослых в мир книги. Ведь привычка читать полезна для мозга. Чтение обогащает словарный запас, развивает воображение и память. Если человек читает книги в электронном формате, это тоже здорово. А самое главное, ведь это смысл получать новые знания и читать книги, расслабляться, получать много новой информации. Детям раскраски и журналы, мамам пьесы про любовь, папам – приключения. Мобильные библиотеки предлагают чтиво на любой вкус. Взрослые, интересные детективы или женские романы, допустим. То есть берем такое легкое чтение, легкое чтиво. Деткам тоже, чтобы такое было яркое, красочное, чтобы было на что посмотреть и почитать. Чтобы это в течение нечасто, допустим, а в течение пяти минут. Таким образом они также приучаются к чтению. Читальные залы под открытым небом будут работать все лето. А мечи даже могут взять приглянувшиеся издания домой. Правда, взамен надо принести свою книгу. Это движение популярно во всем мире и называется «Буккроссинг». Также дети на площадках могут в игровой форме подтянуть и проверить свои знания по литературе. Все лето в читальных залах на свежем воздухе будут проводиться интеллектуальные викторины и развлекательные конкурсы. Не вкладывайте деньги в финансовые пирамиды. Лучше складывайте свою копилку совета от программы «Подсказки потребителю». Уважаемые зрители, мы ждем от вас вопросов и откликов. Оставляйте свои сообщения на официальной страничке программы «Подсказки потребителю» ВКонтакте или на сайте нашей телерадиокомпании. А на этом у меня все. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин